Глобальному экономическому кризису продолжаться еще до середины следующего года, и Украина сможет преодолеть его самостоятельно. Такой прогноз сегодня в Ялте сделал директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан. Всего шестой саммит Ялтинской европейской стратегии посетили почти 200 видных бизнесменов и политиков. Посткризисное развитие Украины и мира – его главная тема. Отличием форума стали и смотрины кандидатов в президенты. О том, как они прошли, расскажет Дарина Кошеленко. В течение пяти лет Ялтинскую европейскую стратегию называли элитным клубом бывших. И вот на шестой год существования форум превратился в престижное собрание будущих. В компанию к экс-президентам, экс-министрам и экс-депутатам влились гости из потенциально возможного будущего Украины. В Ялту приехали сразу три претендента на президентский пост. Юлия Тимошенко, как премьер, выступила на форуме первой. Уверенности в победе на выборах скрывать не стала. Перед гостями саммита крупными бизнесменами заявила, что Украина должна развивать сотрудничество с Европой, сохраняя при этом партнерские отношения с Россией. Я считаю, что действительным фактором борьбы с кризой есть построение Европы в Украине. И пока мы не построим Европу в Украине, нам никакие двери никогда не открываются. Виктор Янукович во всех бедах Украины обвинил политику правительства Тимошенко. Рассказал, что страна должна восстанавливать сотрудничество с Россией во многих вопросах и в первую очередь в энергетической области. По его словам, проблемы в газовой сфере между Киевом и Москвой начались с приходом ныне действующей власти. Арсений Яценюк говорил о большой Европе, в которую войдем и мы, и Россия. При этом несколько раз повторил, что за 18 лет независимости Украина так и не состоялась как проект. В состоянии ли мы сформировать новую, большую, конкурентную Европу? Мы не можем ограничиваться исключительно Европейским Союзом. Да, Европейский Союз это наднациональное образование, но в которое уходят не все страны Европы. Поэтому мы должны смотреть на эту проблему шире. Организатор Ялтинского саммита Виктор Пинчук не стал сравнивать шансы своих гостей на победу в президентских выборах. Но в том, что это будет один из троих, уверен однозначно. Я могу делать ставку, я готов спорить, что мы здесь в эти дни представляем точно нашего будущего президента, точно нашего будущего лидера оппозиции. Кто из них, я не знаю, но точно это важно. Мы впервые представляем мировой политической и интеллектуальной элите наших основных кандидатов. Иностранные участники саммита, а это международные аналитики и финансовые эксперты, об украинских проблемах говорили мало. В основном их волновали перспективы развития мировой экономики после кризиса. Сошлись в одном. Быстрого оздоровления ожидать не приходится. Однако рост, пусть медленный, все же наметился. Дарина Кошеленко, Александр Сафонов. События. Ялта.